Ассаламу алейкум, господи и местные. Председатель общинного коренного коммунского народа, Ажи Гришин. Здесь, как бы вам сказать, уже, наверное, не один, за два с половиной, три года столько обращений было и правительств, и всем пунктам, и до президента Путина, наверное, дошли, но вопрос не решается. Здесь много говорят, что Аблатипов, я встречался с деньгами, Аблатипов не знаю, Аблатипов не в курсе. Я год недавно был в собрании общественной палате, там обращающие говорят, ни один вопрос, я сам обращался, более сотен писем, ко всем пунктам, ни один ответ положительный нет. Как это может быть? Этот город сам незаконно построен, на землях Таркинцев, Кахулайцев, Альбуркенцев, сам город не построен. Из этих земель 12 тысяч гектаров земли, даже раньше еще не будем говорить последний, который владеем, 200 гектаров не хотят вернуть законным хозяевам, как понять. А тротуары продают налево-направо, посмотрите город Акушинского, везде, продавать есть, от Сулака до самого города, сколько коттеджей стоят, сколько домов, сколько территорий, которые находятся в руках чиновников наших. А для них ничего не открыли, никаких дел нету, им можно строить, а хозяевам земли нельзя строить. Кто в этом виноват? Я, например, думаю, руководитель нашей республики, глава тоже виноват в этом. Нельзя его отдельно оставлять в этом тоже. Я обвиняю его тоже, потому что он, зная, мне там говорят, в общественной палате, не знает он. Вот МВД, эти руководители, другие, они виноваты, не бывает так, чтобы его заместители или другие его подчиняли, чтобы они плохие были, а руководитель хороший был. Не может этого быть. А Владимирович, если хотел бы, он давно сделал бы. Почему Дербенте, главу Дербентского района Курбанова, отправили еще, посадили, еще кроме этого отправили зама, я уже не помню, как его фамилия, из дома депутата вытаскивали МВД, поручали этим людям. Их вытаскивали из дома, и они приходили голосовать, заставляли их, можно сказать. А они говорят, что МВД виноват. Все виноваты они. Начиная с Аблатипова. Как это возможно, чтобы на сегодняшний день руководитель не знал, что творится у своих подносов. А эти люди, которые каркинцы, кахулайцы, куда деваться? Они вот эти предгория замкнулись, закрыли все полностью. А где им дальнейшие дома строят, или что-то делают, развиваться, строить. Традиционные хозяйства у них нет уже, не могут ни скотины, ничего держать. Потому что нет территории, пастбищ, ничего нет. Что делать этим людям? Как вы? Надо решать. А почему-то горные селения, которые их более тысячи, не тысячи, а сотни, имеют и горах, и здесь территории. А почему такое же отношение к нам, к умыкам? Именно так и к умыкам. Потому что нас они не чувствуют, не знают, что мы здесь, не хотят нас знать. Мы сами требуем, надо от нас сплоченности, хорошей. Да я вам, чтобы у нас хорошо было. Я не знаю, даже не знаю, у меня слов нет. Спасибо. Участники собрания, уважаемые товарищи, соблюдать регламент, надо ли вопрос тоже, время нужно. По этому вопросу о голодоке еще есть желающие выступить? Не вижу. Все поддерживайте. Все поддерживайте. Очень хорошо, я сейчас что-то скажу, потом буду поддерживать. Поступило предложение? Давай, давай, я говорю. Женщину можно? Мы уже три года, караманы все. Зима, лето, жару, холод. Мы, наши дети, весь народ наш. Нас никто не слышит, слышит нас, просто не желают, как мы поняли. Мы к ним обращаемся, никто к нам не приходит, никто с нами не беседует. Никто не хочет внимания обращать. Хотя выносят какие-то решения, какие-то постановления, которые никакого отношения к нам не могут иметь. Мы ничего незаконного не делаем. Мы требуем свое законное. Караман. Наше правительство, наверное, плохо знает историю. Они плохо занимались в школе, наверное, по истории. История карамана – это наша родная земля. Это наша родная земля. Земля наших клетков. Караман – это место боевых действий, боев. Султанбуд Тарковский отстаивал свой ватан. Где мы сейчас были бы? Мы, дети, людей, которых в 41-м году всех наших кулыгов, Аргуркент, Кахулай, Таркей, всех мужчин забрали на войну. Мы, дети, людей, которые остались на войне. Нас обрекли на нищету. Нас репрессировали. Хотя репрессированные не дают нам статус репрессирования. Почему, неизвестно. Пороги обиваются. Все время юристы уходят. Но нам почему-то принципиально не дают этот статус. Всем дали, нам не дают. У нас очень много вопросов к правительству. Почему-то мы никого не видим. Никто не приходит. Никто не хочет с нами считаться. Просто какой-то геноцид против нашего народа. Геноцид настоящий. Караман – это земля, где наши предки положили свои головы вот именно на Карамане, на этом тлачке земли. Мы никому ее не отдадим. Мы там живем. Наши дети будут жить. Мы там умрем. Мы не уйдем. Наши люди не только голодать будут. Они умрут за нее. Они не уйдут никогда оттуда. Караман – это земля, пропитанная кровью наших предков. А историю они не знают. Они не хотят ее знать. Им невыгодно. Они хотят там построить особняки на берегу моря для себя. Нам дворец не нужен. Нашим педагогам нужно по 4 сотых там жить бедным, сиротам и женщинам, вдовам. Эти земли розваны вдовам. Люди – джамат. Джамат – это люди, которые не просто откуда-то взялись. Это люди, которых мы дал народ. Мы выбрали самых лучших, самых честных, самых ответственных. Но почему-то не вдов. Все они психологически на них давят. Их задерживают. Их что-то с ними говорят сделать. На этот Караман несчастный плачок земли чуть ли не войска загоняются. ВДРы по 20 штук. Машины МВД. Это что такое? Что за безобразие? Когда порядок будет? Куда нам обращаться? Мы приведем людей. Мы не будем с ни с кем говорить. Мы приведем журналистов с Москвы и будем давать интервью. Что у нас в Дагестане творится. Тогда на нас внимание обратят. Мы не хотели бы крайне этим заниматься. АПЛОДИСМЕНТЫ Бараман на бараман. Бараман на барамус. Барамус на университет. Бараман на барамус. Есть предложение по подвесной черту. Кто-нибудь наставит на выступление? Нет. Переходим к принятию решения. Какие будут предложения? Мне уже предложение, вы слышали, поступало. Продолжать голодовку на барамане. Другие мнения есть? Нам другое должны не знать. По каждому вопросу. Хорошо, хорошо. Не надо, потом скажем. Вот смотрите. Не гоните, не торопите. Вопрос рассмотрели, принимаем решение. Следующий вопрос. По этому вопросу мы решили. В конце СССР вам пишите. Вопрос заходит. Мы выяснили. Продолжение было. Продолжать. Другого мнения не поступило. Ставлю на голосование такую формулировку. С учетом мнения граждан, собрание решается. Голодовка не прекращает до выполнения наших поручений. Данных главой по нашим вопросам, по социальным вопросам. Есть другие предложения? Есть. Кто за это предложение? Спасибо. Опустите. Переходим к вопросу в полезной днях об информации о ходе выполнения поручения главы республики Дагестан от 19 июня 2014 года данным органам государственной власти и органам местного самоуправления городского округа города Махачкала. По вопросу социально-экономического развития Альбрукен-Коклай-Тарки. Слово предоставляется член комиссии по рассмотрению социально-экономических вопросов. Выдвинутых жителям Альбрукен-Коклай-Тарки. Председателем Межообщественной организации Коклай Валюю Заримхану Валюю. Пожалуйста. Аплодисменты. Аплодисменты. Ассаламу алейкум, уважаемые односельчане и приглашенные наши гости. Сегодня собраться нас вынудило обстоятельства. Вы прекрасно знаете, в течение двух с половиной лет мы, жители трех поселений, для снятия социальных проблем жителей наших поселений, для обеспечения молодежи земельными участками под индивидуальное строительство. Нашли участок земли, который закреплено было за нашими поселениями на личное пользование, где нет никакого национального вопроса. Есть только вопрос между руководством республики, то есть Росимущества Российской Федерации и общественностью наших поселений. Эти земли были изъяты у нашего поселения как нефтеносные в 1944 году. Оказалось, нефти нету, потом земля перешла в лесное агентство и по сегодняшний день собственником земли является Росимущество Российской Федерации. Мы вышли с обращением к руководству республики, чтобы они за нас походотайствовали, чтобы эту землю передали для снатия социальной напряженности наших поселений под индивидуальное жилье. Но нам сказали эти земли федеральные, третьи и четвертые. Молодежь, бывшего, на место увидели, что там идет беспредел полнейший, превышение должности полномочий органами государственной власти, исполнительной власти, правоохранительными органами и силовыми структурами. То есть тех, на кого мы положили, что они будут охранять наше счастливое будущее, защищать имущество нашего народа и не давать пресекать кому-то, забирать у кого-то его имущество, сами оказались оборудовывать свое общество. Тем самым сегодня руководство, чиновники, нечистые на руку, я скажу, и руководители силовых структур, МВД, прикрываясь своими погонами, прикрываясь своими должностями, разбазали все это в федеральную собственность. Согласно закону общепринятому, каждого этого представителя надо привлечь к уголовной ответственности и материальные ущербы стоят. Но они вместо этого приняли другую форму. Они начали работать против общества, которое выявляет этих коррупционеров и нечистых на руку людей. Вы знаете, в 12-м году, 28 апреля, при Магомеде Магомедсалам была создана комиссия. В эту комиссию входили представители общественных поселков, трех сел и молодежные организации, лидеры поколения. В течение трех месяцев мы проделали большую работу, составили картографию, кому, кем и какими постановлениями выделены все земельные участки. Данную информацию мы в 13-м году лично поехали в Москву, отдали в администрацию президента Российской Федерации. Комитет лесного агентства Российской Федерации, во все структуры силовые органы. Оттуда наши дела были направлены опять-таки в Республику Дагестан, хотя мы просили, чтобы в Республику Дагестан не направлять, а взять под личный контроль федеральных органов, которые обеспечивают порядок. Но отправили сюда, по истечениям комиссия выработала, уже начали конструктивно работать, перестановка власти. Пришел Агулатипов, поставили его, комиссия эта распалась, хотя она до сих пор распоряжение не отменена. Она распалась, в феврале создали новую комиссию под председателем Меджидова. Меджидов, председатель правительства. Он создает новую комиссию, вторую в марте месяце. В течение трех дней комиссия принимает решение, силовой формой нас выдавит оттуда. Если вы многие помните, 1300 ОМОН выслали с БТРами, со всеми этими. Общество, которое выявило всю коррупционную систему Республики Дагестан, в мини, так скажем, вон там, все это есть на лицо. Кто, как здесь распоряжается общественным имуществом и кто, кого оборудует. Они пришли силовой формой, салютный, был тогда председатель этого, ответственный. Но когда пришли, узнали, в чем суть дела и почему наши жители оказались там. Они сказали, мы вас, ребята, поняли, здесь это вопрос исполкома правительства Республики Дагестан. И тем самым никакого своего акта не было. Но удивительно то, что предыдущая комиссия за полгода проделанной работой, ни одну справку не предоставила общественнице, какие меры приняты. Эта вторая комиссия в течение трех дней принимает решение, что он там незаконно, силовой формой выдавит. После августа, в 13-м году, событий 22-го, в связи с чем возбуждено уголовное дело. И вот наших молодых ребят на дорогах останавливали, там УБ, там 6-й отдел. Все органы МВД, которые вовлечены, каждый из них преследует наших молодых ребят и под разными предлогами вызывает у нас следственное управление. 22-го августа была создана очередная комиссия, третья комиссия. Тогда уже поставили под председательством Джафарова. В ноябре месяце эта комиссия выносит решение, что нас надо вывезти оттуда. Все эти незаконные строения, то, что есть, узаконят. Нас вывезти оттуда, а весь этот пустой участок создать парк отдыха. То есть узаконить все беззаконие. И для них же создать условия пребывания в этой местности. Мы оказались там лишними. Мы сказали, разве можно узаконивать им, то почему нам нельзя? Вот это объясните народу, выйдите, пожалуйста. Но не смогли объяснить. Но после этого мы отказались совсем с этой комиссией дальше вести диалог какой-то. И до мая месяца мы сами, общество приняло решение, что мы будем осваивать земельные участки так, как мы сами можем. Но в связи с тем, что потом возбудили уголовное дело по нашему дачному обществу следственного управления, в мае месяце с событиями, вы знаете, Магомед Амин-Нурединович как раз стал исполнять обязанность Советского района. Опять у нас возобновился диалог с руководством республики. Тот, который мы отказались в свое время, что мы не будем с такими комиссией сотрудничать, по новой восстановить. Но тогда уже более конструктивная работа пошла. То есть непосредственно за дело взялись те структуры власти, которые непосредственно должны решать. То есть четвертая комиссия уже была создана юридически правильной под председателем председателя правительства республики Дагестан, которые компетентно решат земельные вопросы, имущественные вопросы, то, что касается собственности российской и местной. В связи с этим было принято поручение главы республики. Я хотел бы по пунктам здесь пройти, быстро я пройду, чтобы вы поняли. Мы опять-таки сказали, да, мы готовы к диалогу, мы готовы к сотрудничеству. Пожалуйста, вместе с нами примем конструктивный диалог, примем решение, начнем работать. Я зачитаю просто и хочу вам сказать. Четвертая комиссия нас обнадеживала тем, что она установила сроки и установила ответственных лиц. Три предыдущих комиссии абсолютно таким формой не работали. Поэтому я зачитаю вам перечень поручений главы республики Дагестан. 1 июля 2014 года правительство республики Дагестан обеспечит проведение инвентаризации свободной от капитального строения части 71-го квартала пункта Аркалинского лесничества, расположенного на побережье Черные Камни, и подготовит предложение по ее использованию. Срок до 20 июля 2014 года. 20 июля 2014 года прошел комиссионно с привлечением представителей общественности в наше село. Мы всю эту работу, хотя и до этого первая комиссия была сделана, но мы повторно, лесхоз, природоохранный, Россиестер, со всеми выехали на место, сделали инвентаризацию, предоставили информацию правительству. Соответственно, правительство начало принимать какие-то шаги, оказывается, там надо было зарегистрировать, то все. Но сегодня вся эта работа выполнена, но дальнейших распоряжений нет у правительства республики и не контролируется. И этот вопрос стоит на сегодня независимым. Одним постановлением в течение 15-20 минут после всего этого, хотя правительство и соответствующие министерства могут принять это постановление, но у них нет воли такой или хотения, они саботируют его. Второй вопрос здесь. Совместно с администрацией городского округа принять меры по устранению нарушения земельного законодательства на склонной горы Таркетаву и привлечению виновных лиц к ответственности. По этому вопросу ответственны здесь, опять-таки, правительство республики Дагестан, но есть правительство и срок исполнения здесь до 30 июля 2014 года. Опять-таки, комиссионно мы выезжали по Таркетаву, выявили всех нарушений арендаторов, незаконно выделенные земельные участки без соответствия, но предоставили опять-таки правительству, но никаких мер по сегодняшний день не принято и не принимается по этим вопросам. Следующий вопрос был подготовить совместно с администрацией городского округа Махачкалы проект соглашения по вопросам взаимодействия между правительством, администрацией города и общественностью наших поселений. Это то есть соглашение о взаимодействии с органами правительства, власти всех. Это постановление дано поручение Министерству экономики, оно его подготовило и почему-то оно до сих пор лежит, и никто его не хочет с нами подписать. Потому что подписав соглашение с общественностью о соблюдении и законности, и правопорядке, там много у нас функций, они тем самым боятся, что обрекают себя под общественный контроль. И каждое их действие в соответствии с этого соглашения должно будет согласоваться с общественностью наших поселений. когда он затрягивает наши интересы. Поэтому, я не знаю, это постановление, бумага, которую можно, так сказать, примять в течение одного дня, она вот уже срок исполнения до 30 августа 2014 года. В течение двух месяцев оно не исполнено, и по сей день никто не собирается его подписывать в нашу общественность. Третье здесь, соответственно, с администрацией муниципальных образований Махачкала, Бабаево, там, городского округа земель, принять меры по передаче городскому округу Махачкала земельного участка общей площади 110 га. Срок до 20 октября 2014 года. В соответствии, это земля, которую мы сегодня хотим, так и так, сохранить, как наша природа. Это наша родина, это наша мать. Мы должны ее любить и ценить, как каждый патриот, как каждый сын этой земли. Поэтому мы нашей молодежи тоже говорили, братья, давайте сохраним эту природу, так и так, она как мать для нас. Она выкормила очень много сыновей на своей земле. Она во время войны даже выкормила. Давайте сохраним эту нашу природу. Но у нас есть земли. Земли наших колхозов, которые государство обязано корпортировать. В 1991 году, когда принимали решение переселения Лахцем, восстановления Кунтер-Калинского района, соответственно, было принято постановление Совета Министров о восстановлении, признать незаконное переселение наших колхозов и восстановить наши колхозы и передать землю. В 1997 году, когда обновлялось это постановление, почему-то этот пункт выпал. И правительство нам никакого ответа не дает. Почему они сняли это? В связи с выполнением или же с невозможностью? Даже не объяснили его. И земли 110 гектаров, они нам хотели предоставить, это ногайские земли есть возле кладбища их, в Сулацке. Мы сказали, нам не нужно, вы сейчас инцидент создаете с ногайцами и кумыками, они выйдут и скажут, это же наши кладбищи, вы туда лезете. Мы сказали, у нас есть свои земли, которые закреплены за колхозом. Верните просто их, ничего нам больше от вас не надо. Но по сей день не возвращаю. Я еще что хочу обратить ваше внимание. В Тихулае, в Альберкенте, в Тарках-то там как-то мононационально проживает только кумыский наук. Но в Альберкенте, в Тихулае у нас много других национальностей. И в связи с этим Таркитау и с дефицитом земли создается очень много конфликтов среди молодежи. Но сегодня мы не сторонники того, чтобы конфликтовали. Даже для снятия такой напряженности, нам сегодня в очереди стоят около 10 тысяч молодых ребят, которым нужно выделить земли под индивидуальные поселения. То есть дать неположенные земельные участки, независимо кто, раз он в нашем джамате живет, он с нами вместе, в нашей больнице. Здесь тоже я вижу очень много наших ребят, независимо кто, они чувствуют, что они в обществе. Поэтому мы обратились, чтобы нам выделили землю, выделили суды. Но до сих пор этот вопрос решается. Этот вопрос получен Зайдамуу Шамиль Магомедовичу. Он сегодня этим вопросом занимается. Там они сейчас в связи с конфликтной ситуацией в другом месте рассматривают вопрос в выделении нам земли под индивидуальные поселения, но до сих пор не выполнено. Здесь следующие администрации, главы и правительства. Совместно с администрацией городского округа, граничных с ним муниципальных образований, организовать мониторинг общественного мнения по вопросу возможного расширения городского округа город Махачкалы. Срок до 1 октября 2014 года. Это как раз тот вопрос, 4-й пригородный район сельским статусом. Сегодня мы, жители поселка, в 2004 году статус поселка нам поменяли поселение. То есть, если мы поселок, то город обязан обеспечить гражданам поселения работой на заводах, фабриках, других предприятиях. От того, что город не мог нас обеспечить трудоустройством ни завода, ни фабрики здесь сегодня не работают, Согласно 131 федеральному закону, они поменяли статус наших поселков в сельские поселения. Согласно сельскому поселению, за нашими обществами автоматически должны закрепиться земли для трудоустройства граждан сельских поселений. И в связи с этим, еще начиная с 1996 года, наши предыдущие депутаты Народного собрания Поднимали вопрос о целесообразности создания 4-го пригородного района И тем самым снять напряженность социально-экономической в этих пригородных поселениях. Сегодня в наших 3-х поселках 40 тысяч людей живут. Из них почти 30 тысяч – это трудоспособные молодежи люди, которые могли бы работать. Вы сами многие знаете, и в заграницу уезжают, и в север, и везде для трудоустройства. Но здесь у нас нет работы. В городе каждый старается помочь своему близкому родственнику. От того, что у наших нет сегодня и предприятий, и заводов, таких невозможно трудоустроить. Мы сегодня не можем взять сельхозкредит. Нам говорят, у вас нет земель. Мы сегодня не можем взять ипотечный кредит. Нам говорят, у вас нет земель под строительство индивидуального жилья. Но 10 тысяч людей сегодня социально не обеспечено. И у которых государство долг обеспечит каждого гражданина Российской Федерации земельный участок бесплатно. И выделить ему кредит. Долгосрочный или в какой-то форме предусмотрено для строительства жилья. Абсолютно не нужны. Кому нужны такие депутаты? Скажите мне, пожалуйста. И не надо здесь депутатов еще раз выбирать. Выберем сами своих. Если нужно будет. А в данный момент, то что касается депортации, нас депортировали дагестанцы. Нас депортировала не Российская Федерация, а Данилов своим указом. Поэтому не выполняются наши требования. Я так понимаю. Очень хорошо. Спасибо за нашу порядок. Пожалуйста, депортировали дагестанскую совесть, данную нам Всевышленным Аллахом. А так я вам скажу, господа чиновники, коррупционеры, словами Путина. Медведь никуда не собирается в другие места. Он свою тайну, тайгу, никогда никому не отдаст. Так что Караман, тебе черные камни, наша тайга. И мы оттуда никуда не собираемся уходить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОЗДОНИХ урса күйгі Оғым шару коордадаған күνηі отырлы шару күмі отырлы күні оғамын ні ? Акуна biraz оғом BI peel пасымлы Миллеты селены на екене. Миллеты селены на екене. Даниил Алтан, яска, не еди. Кунахсиз бюзин. Мага, он юл долейди мага, чов. 44. июл Биржата саларала. Эвттен овк, хайволан айдайвызиномене Штуттен, бюзин арабаза бары байберттен овкты. Хайволан, шовармаза! Аналарımız илядя улуду. Калколмурабызе байты, даката шови. Ама хакус карта байты куяймден. Biz... Бизин урсағымыз ба, Безиняшларımız var. Олаху на юрею аурумаймса да, Гелицакайяшланды, безиняшланды. Аллах бюйрса, БИЗ, не таймазмыш онлайн. Шо Данялы межнатетти бюзде. Данялы генюйорду. Дава çıkмасын, эркен, Халкан. Безиняшланды, Данялы. Шо Данялы, онлайн титул мула, шоу, Шоу ула шоу. Гелиги бunes кала напугасын Об acил м́д Г basisи на юрлах, Гел генurai м deine калычьи, stitched листochiyнаary дойми. Гел ги примерно, Данялы адама огде и нам сг, Ра predecessor composersrr нsin, Гелиги дешок нарайман, Некая. Тот, что рамадула, то, что у него нет. И тогда у меня нет. Уйдем, уйдем. Уйдем. Ящи артияны, молот, брусанда, ятарь. Яхар. Мунная, екі, ящи, бар. Залим, ков, мамед, амин. Я, буряр, хайбалар, буряр, аяна кишинсо олмага. Кайды болгансу за. Кайды болганс, буряр, амин. Амин. Залим, кишинсо олмага. Кимс ел. Кимс ел. Би дири, буряр, 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 буряр. Я, буряр, буряр. Ящи, 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 ящи. Буряр, буряр. Я, ковардашм, а … Али, ем си, шутаруток, омутно. наущий прямо на месте пающий но Субтитры делами Мы Безинцы, чёпыцы, чёпыцы, чёпыцы. Альбат Агыдалдак, партнадцам. Мен билемен, как ты, сөйлепт коймай, Нечени шумуста, шумуста, мукуна кусмака. Нечени уста. Хале я буду решать его привippаться, в đây могу вытащить, завтра мы будем вытащить то, амурный. вовет в качестве, когда извините, тогда и в любую джинскую SHPDC джинская, мы с тобой сломавы в核 уходы. И так, если вы развиваете в цене, в Криди Дети болганнам, в имам болганнам, преждеZ болганнам Бартака, биргол, гозу білян аромай. Биргол білян аромай. Бартака, біре ям суму, біре. Абуллах, біра шу. Отока, гуртранлару барабан сон. Ана біз илай біру. Бізе кийнамызу, біра, гече, статай, фуууу зелмей. Алла, олла, яйбар. Мне партатраты парагатады, Абар SAM, That one has подарок, One of you has подарок... Менеси велики, Шуха, Прямская служба. Шуха, Шуховка, Режем учебе, Режем учебе, Режем учебе и ваших się учеб... Режем учебе. В champ. Б £1-х, Режем учебе и учебе. Я не за дитя. Попел в restюх. Режем учебе. Режем учебе. Учебе учебе. Афсалитин Азимович. Афсалитин Азимович. Мага. Олар Аллахсам Азимович. Мага зафинна. Аннаткан едет. Он афинна. Сөйли шишем, Аллахсам Азимович. Уму калду. Советин Пирсидатин. Афсалитин Азимович. Афсалитин Абija Азимович. Афсалитин Азимович. Мага г naprawdę Hyperletкен б viktigtлён chunky. Мага гигтян перстиклентарим к Coco Тей бробinyà селіли. Зия н Ция н écутилук. Вы можете разобраться с вами. Вы можете разобраться. Вы можете разобраться с вами. Я вам покажу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 бюджет салмайлана. Ти-шлимса салсын. Озида не ши? Эллауты гектар топраклы верген сене. Йолу ариягану озар 4, 6, 6, 8 ни верюптюра. Сен негер язмайсан часкиняты дилен я. Негер оланы привлекат etme. Шо барыдатны билинчы, башы. Экинтси. Негер бунан уағынан сойлама герек. Реститурция деген панертия бар. Алган ма тарулаған топрага? Курган му? Шо топрагаған хағын хукма берме тарық. Суисыя курганлардың ари дейдерсен. Суисыя озу бидецтен дейдерсен. Реститурция. Кантинсасия зашит. О, 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 нисаконды. Сон, гарярдаде берген ма, си? Баргизе билесіз. Но. Сойлежат соузу таслықта сойлеса якши ола. Бен айтамам бараңына дам. Бұна жеме олтурганлар да бар. Расияна ічіңіне топрағын чығарып алип, Законсоз, Гайкар-и беремеген, Юрт-ну, халк-ну, билимс-сюз. Бил, ва, Ушта, Хомух, Юрт-деги, Таргудеги халк. Постсоветский прастиранский, Саветчай-юзу заманин-да, Чыгар-и-балганы, Турки-мисхетин-чиси-деп, Шола-ган-мисхет-и-я-деп, Грузия-я-беремеды, топра-ган-гайкар-ып, Крымский татар-лар, Украин-на-саста-генеды, Постсоветский прастиранский, Украин-a, крым-татар, Аз копусада крым-татар-лара-ны, Ищи-деп, алга-бы, Ама, мунна, бармайк, паркя, бармайк. Шо, огру, горем! Шо, район, курмак, деген, Асул Масава. Goes, Аллаху-кала, курешты, Копцатне, Копцатні, барзатне. Шо, о-Заманна, Тар-кинскі, району, саламага, Биз, Апчостайи ватюдегенде Амирок, интервью верю, статисты. Уграза телащинщи Дагистан аль. Егер же что Тарву району курулу калса, что Дагистан расслабься. Дахадайвский район çıkacak, дизлевый район заптит. О, Манас заптит. Даргибой вар, Манаслар, Гурбукилер. Олар Карамдегин району, айры район сыйасак депп. Межонна вступать етим шоу. Комиссия правительствий, не етим, Амироп. Тузаев на ева етим. Оланы барында, юртлары да бар. Оланы барында статуси да бар, мунистерния образования. Барында топраклары да. Мунистерния образования болсан, сені гранищаларин, сені дазуларин, сен топрағын кузгийми, гозалдын не бола. Буланы ким шығарып али, барында сатып дура. Яңыз комитет лисме хазайсту еткен заттаман. Алиманам, Залимхан ухуй парушен еланы, Шариповға парушет еткен комитет лисме хазайсты. Комитет лисме хазайсты не етті? Курбан ризвана узамайна, шу күйде готтарғын еткен халқы. Бірде шоңнда саткалғаны тайдырмады істек. Зачық о перми заммарды. Абшетчіні сусениаларды біз оқырдық. Шахырып оланы, латта. Шоңа біргарты айтма да ітті. Шоғе еткенше олама му, халама му, білмеймэн. Боркунна кешіп, оланы, оланы, шоғарды ұшында деп. Шо бар халда запит. Шоға низа шоғынды. Сатып бүзуң ұтпырасынды деп. Нейдет? Суқа да береміз, шутқа оланы, шутқа, оланы, айтка, оланы, саткалар, аж шутқа, хақшы, шутқа, шутқа итіпы. Суқа бірі, айтттіп, біраховатытып, суқтан не лар едем. Шутқа бара, шутқан Яшаву курма тарк. Зона намуса, тимеген улалар тугу, Тарву хакуя албургенттер еттурган улалар. Шо гар горе, район курма барда Йолу бар. Хали бүйе Озуғу закончику калды. Унутри Гараскоя дилене. Районы... Зампистаки райисполком болу, Савески районна. Шо даманна бағарды. Депутаткаргинзе бағарды. Гыберат кетей. Хачапа. Хали емеш о району Вастанавитетсе законно бере, Йолдабері, бір референдумі тарк тугу. Гараскоя Савраняда референдумі олшау. О бірац түргайон кеймаметтан айта. Гараскоя Савраняй ришене ді шығар. Народи Савраняйшону утвердетсе, Четвертік прегаратний район. Мен он айтмаймам. Уна якші бағар олалар бар. Кайші юртлардан ма олар. Нечіпо олар. Ону гызлар чешецеў. Наці мен тарк тугуру ма олар біра. Яші тарк тугу. Яші меÁллалар отуған. Бащі діпо олалар оліші. Тарк олуча маолані ісіні. Шыған кіліған заманна етіном киягі якшілені. Нете, Кераски районда отуғуп 35 км бар. Арьях дегі. Шамхавтирман'а. Бу негі? Каналғызасыянда, Мурсону дга хайунат . Sepаратерлий завогді ба. Шамхавтирманүн дга хайунатѣ олана. паидасына дёртунчу район врукса и миллятера деги республиканы и чиньеги стабильностьа бейкленицак, бейкленицак бейкленицак он учитывал на. Шону емик, району етмак деген заткя буслан афсеси нискушенья вар. Учот мюненья насилен ели. Буна вайдагаев. Исма горе, язар сега барда халп, район етмесин, тарах тугу деген адамды меештитмага ма. Шону етмесе којмай, шону етген заманна, караманн ида, гайдабага парамса да, не болу кдурамса да, роси мушсискаламса да, шону неги отурган улалар білеулару термирмей, не болу кдураса, гайда язык турасы, не етесе, нега термир ма тарак олана. Район гурсун, району таргунда, Хаклоинда, Авругинда, улалары, шо топраклана, хайммети, Хаклы пайдасында, Республикан пайдасында, Россияны пайдасында Игорь Негода Решей топрактының ақымнан Күмклардау жарап баристан Күмкларын шекешен билті үшін Біз барлық, бұл 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 төп Семен Дерзенкен, иди. Орсулар Матышка река волгода байдет. Эдил он ар. Иран, солокгайеттен чега давать алып, Ираны арасын арыт угроза. Умутаан тарифы ковы, гуслу теленден еле. Арабиядан любые хадисы ягарагаз. Мен Аллаху тала береген, мен сулай, орсулар айта пресказан ем. Мен кем самна билмейме, тек мен билмейме. Мен махдиден алга, он екі имамы волган Ираны. Он екіки Ираны иманны уртюрегене, олорку иманны кырган. Ирана. Он екіки махди гелсу на дағысын айшын 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 айшын. Он на дарс веру кумуага Арақ дині, ислам дині оқытмама пашлаға. Бо сангата айшын айтухан устас. Сабетсайон замана стейлін олурган ге Frederщі ги ги саугğан. Кадет, 25 юрса в кейбеткин бұлган. а я улыбку мухалку на ваттаман деген манкум арасы но шин не ауэрлар дуанна кашуым бар она ягодна хал халлэрдэ биз москва вар келмен бире оуэн тудым интернета бар мэнэ выступлением ютубка киркарса агас крик туши бой сердца санове и дочери дагестана и мое обращение также я говорю путин кого-то отправил который не мог управлять савтажегистан посольцем и маленький дагестан абдулла дago чудүе мудал пытаю твенни, пакметет красынни fråготышят дети сон дат правит москва эйлах шаган бизин тима калchu и ксёйдя bestаңад олайды айдай берден бизин тима каллу эсіпеды коксат аллах сан адхас ну бир ми мот шаган йоқ сан адхи шаган Хали бы, олай, элгымнен, бляз, карсалайма. Комуклар, 2 дюнир бар. Аллах, алган, 3 пайхамбарны, онлайн онлайн. 1-й пайхамбар, Аллаху талаблан, мен сізмой он сөйлеген, не сөйлеген, мыса пайхамбар. 2-й пайхамбар, 3-й пайхамбар, 3-й пайхамбар. Созаллаху аддерни дейнете бете, Горь, билинсөзіні сөйлеген, Аллаху талабыз, мағдайыр түйлді. Мен, комукларыны, тарефіні, затына, интересовтергенімні көп кула, мен түзін үніаныман. Бізім, организациямыз бар. Справедливіст, едіңсі, Дагестані. Сабетливіст, мағдайны, мағдайны. Біз, мағдайны, мағдайны, мүмкліні пайхамбар. Заманы, бірақ біргіст, Цедрің қалуғар, біз, Болгода тому назад я столкнулся с джемаатами трех сел. Две недели, по-моему, было, как я был назначен исполняющим обязанности главы администрации Советского района, но таркинцами дружу с детства. Чехулайцами, альбурикенцами дружу с детства. Вырос в Махачкале с пятого класса. И с того времени в городе общались. О проблемах населения трех поселков знал понаслышке, постольку-поскольку. Так глубоко не знал. Но за эти полгода, которые я поработал администрацией Советского района, я глубоко изучил проблемы, историю. У таркинцев такая история, которая является сегодня основой нравственности, духовности, традиции вообще в Дагестане. Совсем недавно Рамазан Гаджимурадович закладывал камень вот наверху, где маяк, 170-летию Махачкалы. Камень просто. И он там выступая сказал, почему, говорит, мы сегодня говорим о 160 или 170 лет Махачкале. Ведь здесь, говорит, до появления Петра Первого было, говорит, таркин. До таркин, говорит, был семендер. Это слова главы республики, которым буквально неделю-две недели там назад произнес, он там на маяке. И я, говорит, даю задание ученым, изучите и посмотрите, как минимум тысячи лет в Махачкале должно быть. То те национальный пункт были. Именно таркинцы делали историю. И вот ваше негодование, голодовка, которая сегодня есть, это все понятно по-человечески. Я разделяю все это. Я понимаю. И мне сегодня, как чиновнику маленького уровня, я небольшой чиновник, небольшого уровня, мне сегодня стыдно за моих коллег, за министров, которым поручено решить вопросы, которые в августе должны были закрыть эту тему, в августе, 31 августа. И я вам это говорил. Вот после того, как я столкнулся с вашими проблемами, я был у Рамазана Гаджимурадовича. Это было 17 июня. Он пригласил по этим проблемам меня, Хизли Исаевича Шиксаидова, Шамиль Магомедовича Зайналова и Джафарова, Рамазана Джафаровича. Вот четыре человека у него сидели и достаточно долго обсуждали проблемы трех поселков. Он заслушал Хизли Исаевича, он подробно рассказал о всех этих проблемах. И потом меня заслушал, у каждого из нас он заслушал. И вот слова Рамазана Гаджимурадовича передаю, которые 17 июня были. Танкинцам надо отдать столько земель, сколько им нужно, чтобы решить их социально-экономические вопросы. Найдите юридический способ, как в этом карамане им эти земли отдать, дополнительно отдать. Хизли Исаевич говорит, 400 гектаров надо им сейчас отдать. Он говорит, подожди, не разбрасывайся землями. Я передаю разговор, который был, среди нас пятерых. Не разбрасывайся землями. Давай сначала дадим 110 гектаров, раньше говорили. Посмотрим, как они его освоят. От меня он сказал, дороги, коммуникации, это я должен сделать, это он так сказал. Выделите, найдите, расчертите, посмотрите. Он меня спросил, сколько людей нуждают? Я говорю, 10 тысяч там, 3400 в очереди стоят. Я тут же поручил главам поселков, чтобы они списки составили, заявки, как положено, нуждающихся людей в земельных участках. Эти списки еще сегодня до конца, по-моему, не готовы. Не готовы, насколько я знаю, но работа идет. Он поручил правительству, вот Залимхан, дай, пожалуйста, эти бумаги. Залимхан далеко? Я просто с собой не взял эти бумаги. Вот эти бумаги 17 июля он поручил, мы бегали, чтобы их оформили, только 1 июля появились. Какая скорость работы медленная у чиновников там? К сожалению, эти чиновники с луны не упали туда. Это наши с вами знакомые, они выросли где-то в каких-то семьях, разной национальности. Они очень медленно работали. Ну так получается, аппарат громоздкий, бюрократия, медленно. Человек, попадая на должность, в кабинет заходя, видимо, отрывается от простого человека. И проблема простого человека остается где-то в стороне, а у него эти бумаги, инструкции, мозгов может быть недостаточно, образования может быть недостаточно, может быть, случайно попал. Не готовый, может, человек медленно. Я возмущался, почему я должен людям сейчас чем объяснять? 17 июня глава республики дает поручение, только 1 июня, и то мы бегали, вот эти решения выдали. После этого начался следующий этап. Опять-таки, я же говорю, эти чиновники, они не с луны прилетели, это наши земляки, это наши. Сегодня мне за них стыдно. Я ругался с некоторыми из них, ну не буду сейчас по фамилии говорить, обвинял, что-то это наши рабочие вопросы. Такая проблема в бюрократии присутствует. Вот те вопросы, которые сегодня подняли, они должны быть решены, почему? Потому что если глава республики получил, кто-то должен с работы уйти, тот, кто не выполнил его. По-другому нельзя. У нас должен быть государственный подход. Или он выговор получит, или что-то, я не знаю, но я уверен, что Рамазан Гаджимурадович спросит все равно за это. Такой спрос будет. И мы проследим, чтобы это было. Несмотря на то, что я с Советского района ушел, ну так получилось, полгода всего поработал, я ребятам дал слово, вот Магомед Амину, Залимхану, дал слово, что я до конца доведу, значит, и нами вопросы, перерыва не будет, чтобы не получилось. Я ушел, и заново как четвертую, да, с моим приходом четвертую, говорит, комиссия. Этого не будет. Мы доведем до конца. Единственная к вам большая просьба. Торгкинцы, кихуловицы, альтургкинцы всегда были интернационалистами, всегда были толерантными людьми. Сегодня в интернете я читаю, лакцы, значит, якобы лакцы. Я уверен, что это не лакцы. Я уверен, что это отдельные люди, которые преследуют свои интересы. Потому что земли в этом карамане по два-три раза перепроданы друг к другу. Там никакого национального вопроса нету. Там есть чистый бизнес. Кто-то там заработал деньги, и сейчас не знает, как вернуть эти деньги. Конечно, если человек купил землю у кого-то, теперь им эту землю не дают, тот перепродал. Отвечать же надо за это. Вот эти люди и провоцируют сейчас межнациональные отношения. Вот в связи с этим есть вам предложение. Вот протокол занести. Первое. В течение недели, вот с понедельника, я предварительно разговаривал с руководством республики, значит, вот наша группа, комиссия, во главе с Алимханом, Магомед Амином, Вагданай, и другие, которые были у Амсана Мустафаевича, мы встречаемся с Амсанатом Мустафаевичем, председателя правительства, кому поручено вот это довести. Этот человек, при личности, мы встречались несколько раз по этому вопросу, он готов двумя руками, он в торгах вырос, я эти условия знаю, людей загнали непонятные условия, ни туда не даются, ни сюда. Им надо дать земли, решать их вопрос. Он двумя руками за. Но многие земли, то принадлежат там рост имуществу, они федеральные. Другие земли каким-то другим отгонным или еще каким-то там структурам. Все это, чтобы порядок провести, нужно было некоторое время. Очень медленно работают. Поэтому буквально в понедельник, скорее всего, 5-6 вечера, предварительно такой договор у меня был, мы встречаемся. Это первое, для решения вот этого вопроса. Второе. Мы выйдем с инициативой к ЛАГСКИМ, значит, к ЛАГСКИМ этому району. Пусть общественники, такие же, как наши здесь отсюда, официально будут, и мы сядем за стол и будем разговаривать с ними тоже, чтобы этот вопрос снять. Мы должны уйти от межнациональных дел. Это делать никак нельзя. Кто-то здесь призывает, давайте как Украине сделаем, давайте то сделаем. А что хорошего в Украине? Худой мир лучше, чем в доброй войне. Нам нужно избежать этих вещей. Сегодня на межнародном обороне вы видите, что происходит. Кавказ, горячие люди, эмоциональные люди, используя наши природные качества, пытаются расшатать здесь. Нам война не нужна. Мы должны мирно жить. Мы должны о детях своих думать. И вот мы сегодня с вами медленно, но вперед двигаемся. Мы за полгода сделали большую работу. Вот ребята видели, как мы вместе, каждую среду собирались, по каждому пункту проходили. И сегодня новый руководитель в районе Назранчин, вместо меня, я ушел. Значит, Махмуд Гусейнович, я хотел бы сейчас его пригласить и сказать, еще одно плечо у нас появилось, которое вместе, потому что официально он может, как руководитель района, а я, как бывший член комиссии, буду рядом с ними, вместе, я буду поддерживать. Ну да, я его руку беру, сейчас представляю, как получается. Я с вами познакомился на митинге, на улице, там на 26, когда спустились тысячу, полторы тысячи человек, дороги снимаем, закроем и так далее. Такой шумный момент. Здесь он приходит уже. Момент, когда мы опленную работу сделали, ему нужно подключиться, продолжить, чтобы то звено, которое у нас появилось в диалоге с правительством, оно не закрылось. Очень сложно сегодня диалог выстроить. Он у нас выстроен. Руководство республики у нас понимает, идет навстречу. Но там много противоречий внутри, которые сам Роман Замгладович тоже не может на сегодняшний день однозначно решить. Есть юридические моменты и так далее. На этом я свое выступление закончу и призываю вас. Голодовку, которая там проходит, хоть вы вначале проголосовали, на одну неделю приостановить. Мы вместе с Махмудом Гусеевичем, вместе с Залимханом, вместе с Маганитомиром, Вагином Раимом, вместе в понедельник, в течение недели постараемся разумный ответ от руководства получить. И какие-то вопросы уже чтобы решились. Неделю я прошу, чтобы и здоровье ребят поберечь. Если мы не сумеем там сделать, я сам там скажу на этой комиссии, я с себя снимаю ответственность, больше я с этими людьми разговаривать не могу, врать не привык, обещания давать трудно не выполняю, не привык. Поэтому бессрочная голодовка, массовая голодовка, как вы считаете нужным, будете делать. А сейчас я вас прошу, на одну неделю дать мне срок, вместе с новым главой района попробовать этот диалог продолжить. Диалог налажен у нас. И пусть нам никто его не портит, никакие межрациональные отношения не впихивают. Нам это не нужно. Мы решаем социально-экономические вопросы десяти тысяч танкинцев, кихулаевцев, альбургенцев. Других вопросов у нас нет. Это главный вопрос сегодня. Сейчас стоим четвертый район. Хотим мы того, не хотим, он будет. Не надо так эмоционально призывать за этот район. Объясню, почему будет. Город Махачкала разросся, он более миллиона. Сейчас всех на учет поставят, и по нормативам, по регламенту, четвертый район, он напрашивается сам. Он будет внутри городской пригородной, сельскохозяйственной, как Кваскер. Он обязан быть. Сейчас объединение городов идет, соединение института, Махачкала растет. Четвертый район, то, что будет, даже не сомневайтесь. Это дело времени. Об этом тоже глава листа мурики говорила. Поэтому вопросы все решаются. Спасибо. Я всего лишь полгода этим занимался, и отчитался, что мы сделали. Всего полгода. То, что до меня было, я не могу отвечать. То, что я начал, я доведу до конца.